всем привет это новости на аздо тв известный таджикский оппозиционер сообщил о тяжелой болезни малирахмона президент таджикистана малирахмон уже шестой день не появляется на публике последнюю на данный момент встречу он провел душанбе 21 июля тогда он встретился с премьер-министром узбекистана ариповым пресс-службой был опубликован кадр этой встречи после этого в каких-либо мероприятиях он не принимал участие 24 июля сообщалось что рахмон якобы поздравил 66-летним президент узбекистана шаукат амирзио его однако тогда речь шла о телефонном звонке один из лидеров таджикской оппозиции известный журналист ададжон отувлоев сообщил на своей страничке фейсбуке что рахмон тяжело заболел после поездки саудовскую аравию на прошлой неделе кто-то говорит что рахмон лечится душанбе а кто-то говорит что европе 23 июля президентский самолет осуществлял рейс из душанбе в цюрих достоверно известно что борт уже третий день находится в аэропорту мюнхена видимо в аэропорту цюриха президентскому самолету не нашлось места написал отувлоев наша редакция на данный момент не располагает точными данными о местонахождении и состоянии президента волгограде начали призывать на войну против украины на узбекском языке автобусах волгограда появились плакаты на русском и узбекском языках с призывом заключать контракт с министерством обороны для участия в войне против украины помимо 200 тысяч рублей в месяц желающим отправиться на купированные территории напоминают о гарантированном получении российского гражданства в пункте отбора на военную службу изданию v1 сообщили что собираются делать рекламу на других языках стран центральной азии в этих автобусах ездят иностранные граждане это реклама для них рекламу разместили мы и решили начать с узбекского языка в дальнейшем планируется делать агитации на других языках таджийском казахском и так далее заявили в пункте отбора всего в боевых действиях в украине с обеих сторон уже погибли сотни уроженцев центральной азии добавим что участие в вооруженном конфликте третьих стран подпадает под статью о наемничестве и грозит тюремным сроком на родине суды уже выносили такие приговоры в казахстане и узбекистане гражданство россии с начала года получили 87 тысяч таджикистанцев граждане таджикистана стали самыми активными получателями российских паспортов согласно статистике мвд с января по июнь гражданство страны получили около 87 тысяч таджикистанцев что на 13 тысяч больше чем годом ранее на втором месте находятся граждане украины получившие 39 тысяч паспортов однако не известно считались ли в данном случае жители оккупированных территорий число таджикистанцев получающих российское гражданство за последние несколько лет резко увеличилась так за весь двадцатый год паспорт получили 63 тысячи человек что почти в три раза меньше чем за 22 упоминание первого президента казахстана нурсултана назарбаева убрали из указа о лицах находящихся под государственной охраной в новом документе который подписал действующий глава государства косым жомар токаев среди задач службы госохраны отсутствует упоминание о первом президенте казахстана елбасы как это было в предыдущей редакции документа сейчас документе говорится только об обеспечении безопасности президента казахстана и других охраняемых лиц по данным издания орда это может быть связано с тем что закон о первом президенте елбасы утратил силу еще 10 января текущего года назарбаев мог попасть документ в числе других охраняемых лиц лишившись отдельного упоминания согласно казахстанскому законодательству охрана бывшего президента осуществляется за счет государства по отмененному закону о елбасы назарбаев обладал неприкосновенностью и не мог быть задержан неприкосновенность распространялась на все имущество политика его семьи из конституции также была исключена норма о статусе назарбаева как лидера нации это были все новости на аздо тв пока увидимся на просторах интернета а